Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства отчитался перед депутатами профильного комитета законодательного собрания о результатах работы в 2023 году. В прошлом году фонду удалось достроить 8 долгостроев. В результате своей квартиры получили более полутора тысяч обманутых дольщиков. Подробнее об этом далее в прецеденте. С докладом перед региональными парламентариями выступила генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области Елена Васильева. Она уточнила, что общая сумма финансирования на завершение 8 долгостроев по итогам 2023 года составила более 4 миллиардов 700 миллионов рублей. Причем реанимация некоторых объектов потребовала существенных затрат из-за того, что они изначально возводились серьезными нарушениями. Микрорайон Закаменский, дом 12, достаточно сложный от площадок в городе Новосибирске, известный большим количеством долгостроев и большим количеством обманутых дольщиков. В марте 2023 года региональным фондом был достроен объект, 31 марта введен в эксплуатацию. Тем самым были восстановлены права 369 обманутых дольщиков. Общая стоимость завершения строительства на этот объект составляет 544 миллиона рублей. Кроме Новосибирска, фонд также завершал долгострой в городе Обь и в рабочем поселке Краснообск. Сейчас общая площадь достраиваемых домов составляет 114 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию ключи от своих квартир смогут получить более полутора тысяч обманутых дольщиков. Депутат Илья Поляков, который входит в наблюдательный совет фонда, отметил, что для достройки проблемных объектов зачастую приходится решать очень неординарные задачи. Строить всегда проще гораздо, чем переделывать. А там просто дикие переделки. Когда там вместо 18 арматуры, 8 в плите. Это надо тоже каким-то образом установить. Когда там просто такие технические ляпы допущены, которые вообще в принципе непонятно, как им подходить. Фонд находит решение, значит, находит потом подрядчиков и так далее. Депутаты акцентировали внимание на том, что фонду приходится разбираться с долгостройным наследием. А между тем, важно впредь не допускать в отрасль нерадивых застройщиков. Сегодня мы тратим миллиарды на восстановление. Эти деньги должны быть направлены по другим направлениям. А мы сегодня исправляем ошибки. Мы сделали такую задачу три года назад, чтобы как-то в комплексе занимались. И деньги, чтобы как-то можно было вернуть. Да, мы и федеральные деньги берем, и бюджетные деньги вкладываем. Может, и вернуть надо попытаться деньги, потому что у каждого этого недостройщика есть фамилия, есть имя, отчество, есть ННН, есть ООО. Глава регионального Минстроя Алексей Калмаков ответил, что эти данные собираются и передаются в Федеральный фонд развития территорий. Информация по каждому нерадивому застройщику и по мерам, которые к нему были реализованы, и по возмещенным денежным средствам, которые у него смогли забрать, это есть. Мы ее каждый месяц отсылаем в ППК-фонд для работы на основании всех сводных действий правоохранительных органов прокуратуры, Следственного комитета, МВД. В целом депутаты высоко оценили работу регионального фонда защиты обманутых дольщиков. На сегодняшний день я считаю, что фонд на 100% свою функцию выполняет. Включили все возможные механизмы переход прав застройщика через банкротство, через суд. Это и МИПы, которые застройщикам давала земля для того, чтобы эти застройщики решали проблему обманутых дольщиков. И здесь именно власть очень консолидировано сработала. Здесь этим вопросом очень плотно занималась прокуратура, они сильно помогали. Ну и фонд профессионально качественно отрабатывает. Если не все, то там 90 с лишним процентов, наконец, мы эту беду в этом году победим.